Приветствую вас. Я прочитал ваш вопрос, прочитал предыдущий вопрос, потому что вы там сказали, что задавали его перед этим вопросом. Я его прочитал, прочитал ответ, который вы выбрали лучше, и прочитал еще ответы других экспертов, которые вам отвечали, в частности, ответ Кудрячева Игоря Леонидовича, который написал на том, что вы смотрите на следствие проблемы, а не смотрите на причину. А причина в том, что вы боитесь одиночества, и это вас гложет. То есть вы боитесь остаться одна. И боитесь остаться одна вы, потому что, возможно, не уверены в себе, либо не принимаете себя такой, какая вы есть. Ну, что, в принципе, довольно схоже между собой. Вот. Ну, я думаю, что проблема ваша, она здесь проявляется так. Смотрите. Вы пишите. Значит, мы начали встречаться. Вот. Я очень рад за вас, что вы начали встречаться. Вот. Но пишите вы следующее, что тут не обошлось без проблем. Значит, я сказал, что мой молодой человек не любит разговаривать по телефону. Значит, я поначалу на это не обращал внимания, но через некоторое время меня это немного... Меня это начало даже в некоторых моментах бесить. И вот здесь я и задаю вам вопрос. Вы говорите, что вас это начало бесить. Но бесит вас. Это вас бесит. Если это бесит вас. Если это бесит вас, то почему вы предъявляете претензии своему молодому человеку? Если это обращает вас, то молодой человек здесь при чем? Это вас бесит. Вам не хватает его внимания. Вы из-за этого начинаете истерить, как вы говорите. Так почему же? Почему же вы обвиняете в этом своего молодого человека? Он всегда не любил говорить по телефону. Это было до вас. И скорее всего будет даже в том случае, если вы с ним расстанетесь. Заметьте, он не сказал, что боится говорить по телефону. Он сказал, что не любит и не будет разговаривать по телефону. Это вы сделали вывод, что он боится. Но вы сделали вывод, что он боится, потому что хотите обесценить то, что он выиграл. Если вы хотите принизить его поведение, его выбор, его выбор в поведении, вы хотите обесценить, вот. А для чего? Для чего вы хотите это сделать? Чтобы у вас были основания для того, чтобы человека расставить делать то, что вам нужно. Вот и все. Понимаете в чем дело? Вы хотите сделать так, чтобы человек действительно подумал, что с ним что-то не так. Но он не любит разговаривать по телефону. Да, может быть это ненормально. Да, может быть это неправильно. Да, согласен с вами. Молит быть? Но если человек такой, а он такой, этого не исправится. Этого не изменится. И вам нужно, если вы его любите, принять в нем то, что он не любит и не будет разговаривать по телефону. А то, что вас это раздражает, то есть у вас это, как вы говорите, бесит. Это, простите, ваша проблема. Далее. Вы пишите, значит, в некоторых моментах меня стало это бесить, потому что мне очень странно. Если вам странно, получается, что вы отдаете предпочтение только тому, что вы сами считаете правильным, верным, актуальным и так далее. Получается, что вы отдаете предпочтение только тому, что вы для себя считаете нормой. А если для человека как-то, простите, по-другому, если человек как-то иначе воспринимает вот-вот окружающий мир, там, реальность и так далее. Что делать тогда? Почему вы не учитываете это? Вот об этом, пожалуйста, постарайтесь подумать. На мой взгляд, это очень важно, потому что в противном случае, ну, вы просто рискуете оттолкнуть его от себя очень сильно и быстро. Если вы не поймете, если вы не ответите себе на вопрос, по какой причине, если вы сами что-то считаете для себя странным, то это не может вообще быть, не может иметь место. Вот с чем связана такая ваша позиция? На мой взгляд, это важный момент и о нем нужно разговаривать. На мой взгляд, это очень серьезно, то, о чем, ну, вот, хотя бы то, о чем вы говорите. Далее. Значит, вы пишите, что на мой взгляд не получается встречаться каждый день. Ну и что? Это нормально, что люди могут не встречаться каждый день. Это нормально, что у людей нет возможности встречаться все время. Это нормально, что у людей нет возможности встречаться каждый день. Это нормально? Почему вы так болезненно на это реагируете? Ну, не можете вы встречаться каждый день. Ну, опять же, и что? Дальше. Вы почему этому уделяете так много внимания? Для чего вам обязательно встречаться каждый день с человеком? Зачем? Вот, пожалуйста, попытайтесь на этот вопрос ответить. То есть, что вам нужно, что вы через это хотите для себя получить. Это важно. Далее. Значит, это было бы нормально, если бы мы общались по телефону. Но не разговаривать вообще это странно. Но надо сказать, что если вы встречаетесь недавно, если вы какое-то время назад только начали встречаться, то, вообще-то говоря, совершенно нормально, что можно не общаться какое-то время, и совершенно нормально, что какое-то время вы можете не видеться и не взаимодействовать. И я думаю, что в этом нет ничего плохого. Я думаю, что наоборот, это позволяет вам, возможно, более ярко ценить то, что этот человек, например, у вас есть. Так как, если вы общаетесь, например, постоянно снизь-снизь, то есть как бы риск, есть риск того, что вы можете друг другу надоесть, и, собственно, это породит определенные негативные последствия для вас и для человека. То есть нужно все-таки давать друг другу время, чтобы можно было отдохнуть друг от друга опять же. Вот. То есть об этом, об этом я хочу, чтобы вы постарались подумать, для чего вам постоянно с человеком разговаривать. Зачем? Зачем вам постоянно с ним взаимодействовать? Ну, вот пока что. Пока что так. Это очень важный на самом деле момент. Вот. Далее. Значит, вы пишите. Так. Да, он каждый день мне пишет, но со временем мне это очень надоело, потому что мне хочется услышать с человеком. Зачем? Зачем? Почему вам так важно человека слышать? Ну, скажем, ну, скажем, голос, да, почему вам так важно именно вот голосовое общение? Вы же встречаетесь. Ну, да, не каждый день, конечно, но встречаетесь. И получается, что все это, если не некая такая, может быть, паника, может быть, страх опять-таки быть одной и так далее. То есть, какой мотив у всего вашего вот этого вот поведения, которое вы активно, столь активно продвигаете? Значит, так. Узнать, как дела, как прошлый день. Ну, если вы не вместе, если вы можете общаться только с крипиткой, то, в принципе, можно голосовое сообщение записать. Не проблема, если он не хочет голосовое сообщение записывать, то это опять же его право. Потому что переписка все равно не заменит общение. Согласен, но и телефонный звонок не заменит общение и лучше все-таки видеться вживую. А я уже не знал, как вести себя дальше и заметил, что стало очень нервно и очень часто, и поэтому начала устраивать истерики. Скажите, а стоит ли оно того, чтобы устраивать истерику из-за этого, вот, положя руку на сердце, вот, если честно прямо спросить вас? Стоит это того, чтобы из-за этого истерику устраивать? Так, мне не хватает его внимания. То есть, вы требуете от человека того, что он вам дать не может. Вы требуете от человека уделять вам столько внимания, сколько он не может, и переживаете из-за того, что вы этого не получаете. По сути, истерики – это попытка привлечь внимание его. По сути, истерики – это манипуляция. Вера? Я много раз пробовал с ним об этом поговорить. О чем? О том, что вы заставляете его разговаривать по телефону, несмотря на то, что он этого не хочет? Или о том, что вам не хватает его внимания? Но вы же, я надеюсь, понимаете, что если вам не хватает его внимания, то это, скорее, ваша проблема, а не его вообще-то. И довольно-таки ошибочно думает, что это он виноват в том, что вы стали нервными. Вы стали нервными, потому что это у вас было изначально. Именно поэтому вы стали нервными. Далее. Никакого толку. Ну, правильно. Если человек взрослый, то никакого толка и не будет. Верно? На все мои просьбы и попытки осуществить грубо и нет. Ну, потому что вы нарушаете личные границы. Вы нарушаете личные границы. И даже если у человека есть проблемы, вы не помогаете таким поведением эти проблемы преодолеть. И много раз из-за этого возникали конфликты. То есть вы его не принимаете вот таким, и вам нравится, что он вам нервный. Ну, это, опять же, понимаете, это ваше право. То есть ваше право человека не принимать. Ваше право не принимать, если человек, например, не хочет или не может склониваться, говорить по телефону. Это ваше право его не принимать. Проблема тут в другом. В том, что если вы его не принимаете, то почему он должен принимать вас тогда? Вот как он может брать, какой момент основной есть. Понимаете? Вот это вот куда более важно. Далее. Значит, я приобрел искать истеричку какую-то. Подумайте, почему. Подумайте, почему вы превращаетесь в истеричку. Подумайте, пожалуйста. Ведь истерия – это недостаточное внимание к вам. Это ваша проблема. И, соответственно, соответственно, это ваши определенные конфликты. Это ваши определенные противоречия, которые вы переносите на другого человека. Ну, скажем так, на своего молодого человека в данном случае. И вопрос весь в том, почему вы свои проблемы не решаете, а через него пытаетесь, по сути дела, сформировать удобную для себя комфортную ситуацию, комфортное положение. Я уже просто не знаю, как наладить отношения. Ну, перестать требовать от него того, что он вам дать не может, и все, отношения наладятся. Ну, вы же постоянно требуете от него того, что он никогда не мог. Ну, просто не хватает его внимания. Ну, опять же, вы это уже второй раз спичите. То, что вам не хватает внимания, говорит об отсутствии у вас уверенности в себе и о страхе его потерять, а также о том, что, вполне вероятно, у вас не хватает самодостаточности. Хочется, чтобы он понял, что для меня важно общение. Ну, он, может быть, и понимает. Но если человеку кто-то понимает, то почему он должен ради вас себя ломать? Подумайте об этом. И нельзя просто время писать. Да, возможно, можно встретиться и проводить время вместе. Как так можно общаться? Ну, люди уже многие переписываются, и нормально. Что касается вашего вопроса, то я полагаю, что нет доказательств от того, что человек боится обвяться по телефону. Ну, вполне возможно, что он действительно не любит это дело. Но вы не привели ни одного обстоятельства, которое указывало бы, что человек именно боится. Он не любит. Да. Он не любит. Но не боится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы делаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.